Вам интересно речь в Ваших комментариях, в Вашей очереди? Комментарий, ну какое-то чувство разочарования осталось от того, что не смогли мы сохранить то преимущество, которое было, ведя 2-0 и сыграть ничего немножко, есть такое чувство досады и разочарования. В принципе, если брать по игре, то где-то начало, первые начальные минуты были за тамбовым, активность они проявляли, имели, скажем, такой неплохой момент для взятия ворот. Затем игра выровнялась, но мы играли осознанно, мы отдали территорию и уповали на то, чтобы уплотнить максимально оборонительное наше построение и в образовавшиеся оперативные просторы за счет передач и скоростных действий наших игроков группы атаки решить суперматча в свою пользу. В принципе, предпосылки у нас были, в первом тайме у нас был момент у Бирюкова хороший, повели в счете и при счете 2-0, опять же, у Бирюкова момент, когда во Вратарской он там принял неправильное решение, нужно было разворачиваться, забивать третий мяч и все становилось уже окончательно ясно. А так, получили пенальти в свои ворота, шанс появился у команды Тамбов, и они воспользовались, ну, скажем так, они оказывали больше силового давления, выпустили высокорослого центрального нападающего. Ну, мы предполагали, и, собственно, так и было, что Тамбов ведет такое немножко упрощенное ведение игры за счет длинных продольных передач в центральную зону с борьбой, с силовым давлением и стандарты. Я предупреждал ребятам, что они сильны при розыгрыше стандартных положений в связи с тем, что мощные два центральных защитника, вышел парень центральный нападающий в конце игры, и они за счет этого силового давления, собственно, и продавили, пропустили мы второй мяч. Сергей Александрович, ваши комментарии, ваши ошибки? Ну, я думаю, что мы должным образом настроились на эту игру, провели хороший матч, хороший матч, качественный, значит, в таких тяжелых условиях, скажу, что, да, и Кулер уже немножко начал раскисать. В первом тайме полностью переиграли, значит, гостей, доминировали, ну, а помешал, наверное, нам, или сбил нашу игру, значит, в пенальти, пенальти, значит, типа, перевернулась, как бы, игра нашим, получается, равный, равный. Ну, во втором тайме, конечно, мы уже начали делать обмен, выпускать еще нападающих, старались еще забить, ну, еще раз повторю, сегодня трое зловца, значит, помогли команде, значит, гостей увезти отсюда очко. Своим примером, говорю, благодарность, объявляю, значит, выходной заслуженный за хорошую игру. Но, думаю, что все-таки, если честно, так взять, в общем, после того, как нас удалили, значит, это, конечно, нам тяжело уже было, чтобы какие-то атакующие действия делать. Ну, надо забивать, забивать, мы это создаем, мы это уже забивать. Так что, всех хорошей игрой. Александр Иванович, я знаю, что вы не любите играть игроков, но, по-моему, всеми соперними не видеть просто нельзя. Ты мне так сказал, что он видит, что он в составном составе, так предельно мотивированный был. Вот видите, у нас, еще раз говорю, если так же, любой другой игрок будет выходить, выходить, и вклад большой в насильность, значит, у нас все, все игроки, которые заявлены, они, значит, стремятся попасть в состав, и это хорошо, что Макс выспользует с этим, значит, именно этим моментом. А сейчас согласитесь, что, похоже, немножко сегодняшняя концовка была, но у него успеет, опять удаление, и опять не дает. Ну, что я могу сделать? Если даже правило трактовать, значит, если человек подходит, специально бьет игрока, значит, обоим желтые нужно давать. Потому что он два раза так уже будет? Два раза, но он нам дает, а им не дает. Ну, он же не прерывает, он стоит, он просто не убьет, особенно по удалению. Ну, как говорится, я сказал свою позицию, сейчас зайду к ним, а белые мальчики подают. Я сказал, что Макс, скорее всего, экономерен. Мы знали, что хорошая команда, и хорошая атака, очень хорошая атака. Значит, и старались, и смотрели, и все-таки справились, справились, но два пенальти, и пенальти. Значит, считаю, все-таки все, все-таки матч закончился, закончился. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова